Упражнения для младенцев и маленьких детей, а также для реабилитации после больших нарушений работы нервной системы. Применяться могут как для полугодовалых, так и для взрослых. Большой скелет у нас для наглядности. Наличие под шеей валика желательно, но для совсем маленьких не обязательно. А так вообще желательно, чтобы опора для шейного прогиба была. Я надеюсь, что хватит контраста, чтобы вы смогли все хорошенько рассмотреть. Итак, первое, мы должны соединить кисти и кончики пальцев, то есть от мизинца до большого. Ну здесь нужно три или четыре руки. Как с младенцами справляться двумя руками? Я не знаю, потому что это постоянное-постоянное перекладывание. То есть вот сейчас у меня пружина сопротивляется, а младенец сопротивляется просто потому, что не знает, что конкретно вы хотите сделать. Когда у вас все-таки получилось, обычно эффективно придерживать одной рукой кисти, а другой все-таки придерживать кончики пальцев. То есть, как непосредственно опора, так и кончики должны быть сопоставлены максимально точным образом. Максимально точным. Но при этом любой, с кем вы занимаетесь, будет совершать свои хаотичные движения, не то помогая вам, не то пытаясь просто прочувствовать, что вы делаете. И задача того, кто делает, скомпенсировать вот эти действия. То есть так и держать их сопоставленным, несмотря на действия. Почему? Потому что само по себе это, конечно, тоже упражнение их сопоставлять, но нас вообще-то интересует в этом состоянии и для чего мы держали запястья и пальцы. Их небольшое вращение, но пассивное для того, кто на столе. То есть для головного мозга того, с кем мы занимаемся, мы загружаем его сенсорику в первую очередь. Тем, что сопоставили и двигаемся, то есть усиливаем ощущение. И его движение, во-первых, ослабляет концентрацию на сенсорике, во-вторых, нам просто мешает. Но их нельзя... То есть делающий не должен негативить. Делающий должен делать, делать и делать вне зависимости от того, как ведет себя его напарник. Сопоставили, двигаем по часовой, двигаем против часовой. И надо было, наверное, заранее сказать, на каждое упражнение мы тратим где-то примерно по минуте. Дольше не надо, а меньше не имеет особого смысла. Так что сколько вы потратите на сопоставление, это не очень важно. Важно, что в этом состоянии продержать нужно около минуты. И вот можно покачивать туда-сюда, но лучше, конечно, круговые. В одну сторону, ну, какое-то время. В другую. Если это ребенок, то старайтесь ловить ритм ребенка. Ребенок быстро учится и пытается как-то делать сам. Видите какую-то систему в действиях, старайтесь подстроиться под нее. То есть помогать. Система не видите, ну тогда мы, получается, навязываем уже свой ритм. Это было первое упражнение. Ну и принципы вообще всего комплекса. Второе. Начинается так же. Сопоставили. Ну, качественно сопоставили. И теперь мы уже двигаем непосредственно руки. То есть как в локтях, так и в плечах. И дети обычно делают эти движения рывковыми и приходится тоже встраиваться. То есть когда-то он дает хотя бы чуть-чуть, а пальцем мы так и держим сопоставлено. В реальности нужно держать вот так же. Я локти придерживаю, потому что скелет болтается. Но мы стремимся увести руки, ну где-то вот. То есть условно над головой. Совсем за голову не стоит. Мало ли какая ситуация с позвоночником. То есть от руки вниз до руки наверх. Здесь мы тоже загружаем сенсорику, но уже не только кистей, а полностью мышцы плечевого пояса и, соответственно, шеи тоже. Есть. Второе. Третье. Мы сопоставляем кисти. И делаем это движение диагонально. То есть если во втором мы вели по средней линии, то здесь мы делаем над и за плечо и над и как бы за второе плечо. А внизу оставляем симметрично. То есть работаем вот таким образом. То есть вот таким вот образом. Опять же, если напарник ваш начинает делать что-то сам, то как бы поддерживает тот ритм, который формируется. Не начинает, делаем свой. Вот эти три были для рук. В ногах действуют схожие принципы. Мы начинаем с сопоставления пяток и пальцев. У младенца ноги гнутся гораздо лучше, чем скелет. Сопоставили. Смысл в том, что не нужно стремиться вывернуть ногу в бедре. Сколько получается вот так раскрыть, столько и получается. Если получается вот так, значит хорошо. То есть часть сопоставления за счет подвижности в голеностопных суставах должна добираться. И обычно получается, что ноги-то могут быть вообще чуть-чуть раскинуты. И основное добирается движением стоп. Вот если мизинцы не получится сопоставить, значит ничего страшного. То есть в пассивном режиме сопоставили. Буду показывать, как получается на скелете. Вот, а вы будьте аккуратнее. Сопоставили и, придерживая, вращаем в одну, в другую сторону. То есть вот эта рука держит у меня пальцы. Ну, насколько это возможно. Вот это голеностоп. Вращаем в одну сторону, вращаем в другую сторону. Каждый цикл я говорил по минуте. Замечаете, да, что в общем-то зеркально с руками. Дальше. Тут уже, так, вправочка. Дальше мы сопоставляем уже вытянутые ноги в коленях и голенях, и в возвышениях большого пальца, там где иногда косточки образуются, в этих точках. Сопоставляем, придерживаем и двигаем по средней линии. Ну, если получится колени непосредственно к животу, то хорошо. Хотя стремиться не обязательно. То есть вот как раз до вот такого положения. Выше идет, хорошо, не идет, ничего страшного. Костя не одобряет наших дел. То есть взяли и делаем. Не забывайте, что если ритм получается, например, у ребенка, то хорошо, если нет, делаем свой. То есть второе для ног мы сделали. И третье я также сопоставил, придерживаю. И делаю по диагонали. Вот тут уже колено к груди я стараюсь довести по диагонали. То есть здесь идет воздействие на все, что ниже талии. И даже на разгибатели, в общем-то, до лопаток. И все это пассивно для ребенка. Ну, конечно, если он даст вам это сделать. Если какая-то подвижность ограничена, стойка, не применяйте сил. Если подвижность ограничена спонтанно, то есть вы раз, допустим, сделали. Ну, двумя ногами, на одной покажу, потому что кость клинит. То есть вот раз вы делаете, раз, делаете, получается. Второй раз раз, и точно так же не получается. Вот у меня кость клинится, а ребенок, например, напрягается. Вы спорить не будете, но в третий раз попытаетесь, а я говорю аккуратно, вы пытаетесь, сделать как в первой. То есть вы оценили принципиальную подвижность суставов, наличие спазмов. И где-то в этих пределах вы находитесь. То есть хаотичные движения мы с ними спорить не будем. С стойкими спазмами, тем более, спорить не будем. Мы будем уговаривать, это же все-таки больше обучение.